созданию редактора карт для наших игр, потому как способ создания карт через редактор, ну, наверное, самый удобный и по функционалу самый расширенный. Мы сегодня создадим простенький редактор карт, но имея знания, которые вы получили в предыдущих уроках, вы сможете его очень легко расширить до нужного вам функционала. Хотя и этого функционала будет вполне достаточно. Итак, приступим. Как обычно, запускаем наш Delphi. Delphi запущен, сохраняем. Выбираем, куда сохранить. Создаем папочку для него, назовем его редактор. Сохраняемся сюда. Так, и вот, собственно, будет форма нашего редактора. Перед тем, как создавать интерфейс нашего редактора, давайте с вами в папочку с редактором скинем какие-то картинки. Ну, вот, например, у нас будет три вида текстур земли. Вот, давайте создадим папочку имиджи, сокращенно от имидж картинка. И внутри имиджи создадим папочку ground, то есть земля. Скидываем сюда картинки. Давайте их переименуем до нужных нам. К примеру, вода будет 0, это будет 1, и трава будет 2. Итак, следующее, что мы делаем. При создании формы события onCreate мы будем загружать эти картинки и получим путь в папке. То есть создаем переменную path типа string и создаем массив картинок ground, земля от 0 до 2 of t bitmap и создаем наш буфер, как обычно. Так, с этим разобрались. Теперь начинаем при создании формы. Сначала получаем путь. Путь к папке. Пользуемся нашей старой знакомой процедуркой. Экстракт файл gear application pout получили. Теперь создаем буфер. Так, буфер. Задаем ширину буфера. Высоту буфера. Я их задаю, в принципе, наугад. А дальше мы посмотрим, будет нам этого хватать или нет. Так, и загружаем наши картиночки. Внутри процедуры formCreate создаем переменную i типа integer. Оно нам понадобится для цикла. И делаем цикл от 0 до 2. дегмент, так как здесь будет несколько команд. Первой командой мы будем создавать ground.it. Второй командой мы будем загружать ground.it из файла. То есть мы пишем путь к папке. Далее ставим слэш, заходим в папку. Далее заходим в папку image. Заходим внутрь ее. Внутри этой папки есть папочка ground. Заходим в нее. И здесь уже внутри into str. То есть i мы переводим в текст. И в конце добавляем точка bmp. В итоге получатся имена наших файлов. Давайте запустим, проверим, нет ли у нас ошибок. Ошибок нет. Это у нас загрузка земель. Итак, все загружено. Теперь, что мы делаем дальше. В редакторе карт у нас должны задаваться во-первых размеры карты. Для этого мы два эдита бросим сюда. Сотрем текст, который в эдитах. или введем в принципе какой-нибудь простенький там 10 10 Введем подписи для них. Это лейблы. Вот здесь пропишем ширина карты. А это будет высота. Высота. Так. Сделаем кнопочку создать. Для того, чтобы мы с вами могли создавать карту нужных размеров. И сейчас нам придется с вами изучить новый тип массивов. Это динамические массивы. Динамические массивы от обычного отличаются только тем, что мы заранее не задаем ему никаких размеров. Мы не знаем, каких он будет размеров. Поэтому создаем массив Map. типа Array of Integer Вот таким вот образом. Запускаем, проверяем нет ли ошибки. Нет, ошибки нет. Вот таким вот образом. Далее при нажатии на кнопочку создать у нас будет создаваться этот массив. Создадим здесь временную переменную и типа Integer. переменную и переменную нет, массив же у нас двухмерный будет. Тогда будет вот так вот. Array of Array of Integer вот таким вот образом. Это говорит о том, что два Array, а значит двухмерный массив. Значит, и Ж объявляем. Будем задавать здесь размеры. так, не туда мы записывали. Вот. Отъявляем здесь переменную и Ж икс ну да, пускай будет икс и игрек, ладно. Так. Переменную икс мы присваиваем. стр to Int текст переводим в число из Edita1 точка текст. То же самое мы делаем для Y только из Edita2. Далее с помощью процедуры SetLang мы задаем массиву Map размеры X и Y Давайте запустим проверим нет ли ошибок. Ошибок нет. Размеры заданы. Так. И первым делом нам нужно этот массив обнулить. Почему обнулить? Потому что что-то должно храниться в этом массиве. Мы его обнулим везде будут храниться нули значит у нас там будет нулевая текстура то есть вода как только мы создадим какую-то карту она у нас будет заполнена водой. Вот. Давайте сделаем это в цикле и присваиваем от нуля до X минус 1 почему минус 1 потому что у нас с нуля начинается если мы здесь с единицы будем начинать тогда до XO так for J присвоить 0 to Y минус 1 вот так и map и ты житый присваиваем 0 отлично запускаем ошибок сейчас проверим нет ошибок нет теперь следующее нужно придумать где мы будем рисовать рисовать можно как на самой форме так и на имейте где нам будет удобнее всего на имейте удобно с добавлением каждого нового компонента у нас размер растет exe файла полностью этот видео урок а также другие уроки вы можете заказать на форуме моего сайта delgamed.ua slash forum по электронной почте окзона 1 собака rambler.ru а также в группах в социальных сетях вконтакте и одноклассники группа называется создание игр на Delphi вконтакте вконтакте на